Павел Себастьянович Такой секретный вопрос от одного из ваших, можно сказать, единомышленников Меня просил один из моих уже теперь друзей, зрителей Задать вам один секретный вопрос, но это в самом конце А говорить мы будем о забастовке бизнеса, которая анонсировалась, но не состоялась пока О деле Игоря Мазепы, которая вызвала эту забастовку Его задержали, потом выпустили и забастовка отменилась О встрече Ермака с представителями бизнеса украинского О коррупции в том числе и в целом о том, что мешает украинской экономике Стать наконец-то военной экономикой во время страшной войны Которая, к сожалению, продолжается О странных идеях слуг народа по поднятию экономики тоже поговорим Конечно же, главная тема всегда бесед с Павлом Себастьяновичем Это экономика Но все так тесно связано, мы не можем и о войне не говорить Ну потому что, ну как, это полностью нас сейчас захватывает И все наши мысли, все наши дни наполнены войной И на экономику, конечно, это тоже влияет И о рецептах выхода из ситуации, которые вы имеете, какие у вас есть идеи Об этом тоже поговорим Но сначала, конечно, о том, как вы видите ситуацию актуальную на сегодня Вот мы почти год назад разговаривали, многое изменилось за это время Как вы видите сейчас, где мы находимся, наша страна, наша экономика И с точки зрения войны, где мы находимся, вот ваши глаза что видят? Как вы воспринимаете это актуальное время? Смотрите, у нас сейчас такая ситуация, что те люди, которые находятся у власти Они растеряны, раздражены и они не знают, что делать Поэтому вот такой хаос То есть есть огромное количество ресурсов в стране Есть огромное количество денег в стране Все есть для победы То есть лично я победу вижу Это остановка войны на той линии, где она сейчас есть Ну, чтобы движение войск И планомерное, методичное уничтожение каждого русского с оружием Который зашел на нашу территорию Вот не надо никаких там контрнаступов Не надо никаких вот людей, чтобы они в окопах там сидели У нас сейчас есть все технологические возможности Есть огромное количество денег Чтобы новыми средствами поражения Уничтожить всех, кто есть на этой полоске земли Которую заняли россияне Не надо туда двигаться Не надо туда ходить Не надо людей тратить Вот я знаю одно подразделение Которое дронами воюет За всю войну у них было три контузии Ни одного погибшего Но посмотреть, если на список уничтоженного Что они смогли уничтожить Вот как надо воевать в современном мире То есть нам нужно сейчас остановиться А украинская территория для россиян Должна стать Бермудским треугольником Чтобы каждая семья в России знала Что если что-то поехало в Украину Оно там исчезает Все, что оттуда приходит нам Вот просто исчезает и все Вот эта вот стратегия Бермудский треугольник Должна быть основной Все, что нужно для армии Могут произвести украинские предприниматели Те дроны, которые делают частный бизнес Никогда не сможет сделать Укроборонпром Поэтому нужно Военная экономика вообще Это не ребенок, стоящий на ящике И точащий снаряды на каком-то токарном станке Военная экономика в 21 веке Это перенаправление ресурсов Со строительства стадионов На строительство дронов Это перенаправление ресурсов С перекладывания брусчатки На производство пикапов То есть все, чем можно сейчас воевать Первая позиция Это дроны и антидроновые средства Второе Это мобильные минометы Которые не вручную таскают несколько солдат А которые на технике ездят И третье Это просто транспорт На котором солдаты должны перемещаться Вот если эти три позиции будут закрыты Россияне не продвинутся ни на метр И они будут все уничтожены Все, кто пришел на нашу территорию Вот это мое видение ситуации И наше военно-политическое руководство Почему-то этого не видит Опять заявляются какие-то 10 пунктов перемоги Границы 91-го года Вот просто подайте нам границы 91-го года Или там Россия развалится Давайте Россию лишим ядерного вооружения Вот тут какая-то мысль такая есть Что Россия почему-то сейчас опомнится И скажет А заберите у нас ядерное вооружение Мы что-то не знаем, как с ним обходиться Вот у меня такая ситуация Что руководство страны Не понимает, что делать Военно-политическое С другой стороны Частный сектор И те люди, которые на фронте Прекрасно понимают, что надо делать Необходимо просто выделить на эту войну Ресурсы И все будет нормально у нас У нас нет другого пути, как воевать Все, больше у нас нет выбора У нас нет опции не воевать Поэтому нужно просто направить ресурсы На войну Ну это таково мое мнение Вот откуда взять деньги Это очень интересная тема И мы сейчас об этом чуть ниже поговорим А может быть это уже даже к этому вопросу относится Я хотела напомнить, что в прошлый раз Вы очень интересно рассказывали о том Как неэффективен наш государственный аппарат Как много сжирает денег Возможно в этом источник получения денег Вы говорите денег полно Я интересуюсь, где эти деньги Откуда они берутся Но хотела спросить изначально О том, насколько это изменилась ситуация за год Стал ли наш госаппарат меньше, во-первых Обещали, что будут сокращения госаппарата Стал ли он меньше Стало ли меньше расходов Потому что заявляет Министерство финансов По-моему, что в текущем бюджете 60% тратится на оборонную промышленность Так ли это И достаточно ли этого И как много тратится денег на государственный аппарат На 2024 год расходы бюджета запланированы 3 триллиона 340 миллиардов гривен Вот столько потратит наш государственный аппарат Из них 1,67 пойдет на войну То есть ровно половину 50% Может, сейчас что-то выделили еще Я не слышал такой новости про 60% Знаю точно, что 50%, когда голосовали в Верховной Раде Всего лишь шло на войну И в этих деньгах большая часть Это просто зарплата Это значит, что на модернизацию вооружений На закупку вооружений На производство вооружений выделены смехотворно маленькие деньги Меня это просто выбешивает Когда на государственный аппарат Выделяется тоже 1 триллион 67 сотых биллиардов гривен Но как это столько выделять денег Я понимаю, что там есть часть погашения долгов Есть какая-то часть, где будут там Может быть, какие-то отремонтированные сети Что-то, наверное, там есть необходимое Но извините меня У нас государственный аппарат Это около миллиона чиновников Миллиона И вот такая вещь, допустим, как национальная полиция В 22-м году Он планировался же мирным Ну, никто не думал, что начнется война На полицию выделено было 36 миллиардов гривен То есть вот есть на какое-то население Какое-то количество полиции На них выделяют 36 миллиардов В 24-м году Когда население уже уменьшилось на треть На полицию выделяется 89 То есть больше, чем в два раза Увеличили финансирование полиции И по результатам 23-го года Я смотрю, на что они тратят эти деньги Огромное количество автозаков Вот этих джипов всяких И даже для руководства Ленд-крузеры по 200 тысяч долларов Это во время войны все Это не когда-то там давно Это прямо сейчас происходит То есть госаппарат на себя выделяет Колоссальные средства Которые несовместимы с станом войны Кто покупает, во-первых, ленд-крузеры В каком ведомстве И какие зарплаты у чиновников Мы когда-то об этом говорили О громадных зарплатах В министерствах и так далее Но в то же время мы слышим Что заявлялось неоднократно Что будем сокращать расходы Вот как с этим обстоит? Уменьшились ли зарплаты Которые получают государственные деятели? Нет, конечно У нас самый яркий пример Это наши судьи Где они получают Судьи Верховного суда Получают по 300 тысяч гривен в месяц Каждый месяц 300 тысяч гривен То есть никто не собирается Себя хоть в чем-то ограничивать В законе так и написано 75 прожиточных минимумов То есть у нас страна разделилась Вот на население, на народ И на деятели госаппарата То есть пенсионеру можно заплатить 2000 гривен То есть пенсионеру по закону Один прожиточный минимум А судье 75 сходу То есть внутрешне перемещенная особа Один прожиточный минимум То есть 2000 гривен Вот представьте человека из Мариуполя У него все разбомблено Все, что он накопил за свою жизнь Все, этого уже не существует У него там кто-то погиб Наверняка из родных и близких И вот он переезжает на территорию Подконтрольную, так называемую И ему выделяют 2000 гривен в месяц Скажите, а что можно на 2000 гривен? Можно ли снять квартиру? Можно ли платить коммунальные услуги? Можно ли покупать еду? Естественно нет Этих денег недостаточно И тем не менее Чиновники продолжают получать По 200-300 тысяч гривен Мне говорят Да вы что? Вы просто не знаете Какие у них там зарплаты Там 16, 18 Я не буду ни с кем спорить Мы делаем запросы Вот у нас есть народный аудит Наша Юлия Глушко Делает запросы Распространяет их Печатает Сколько получают чиновники На что они тратят госзакупки В местных советах Вот не в местных советах В местной администрации Нет людей, кто меньше 100 тысяч получает Вот по всей стране Огромное количество чиновников У нас 27 тысяч населенных пунктов И даже в самом маленьком Все равно будет 10 администраторов Это староста Секретарь Бухгалтерия Земельные ресурсы То есть все равно там есть А если это ОТГ Так там еще куча инспекций Инспекции по здравоохранению Инспекции по освите Инспекция по безопасности То есть огромное количество чиновничьего аппарата То есть 27 тысяч населенных пунктов Это 270 тысяч как минимум Вот таких людей А если взять большие города Вот Киев возьмем У нас в Киевской держадминистрации Городской 2000 человек работает И в областной держадминистрации 1700 То есть 3700 Получают вот такие зарплаты Я посмотрел зарплаты Руководителей пенсионного фонда 270 тысяч в месяц То есть пенсионеры по 2000 А тот кто руководит этим пенсионером 270 тысяч То есть я просто хочу для зрителей сказать Но они подумают может Ну так может это нормально Для таких чиновников Они же там ворочают бюджетами такими Я хочу просто сказать Как это происходит в развитых странах Вот возьмем две страны Польша и Соединенные Штаты Везде есть в странах Сетка выплат бюджетникам На верхней строчке стоит президент На самой низшей стоит Минимальная пенсия Или там минимальная зарплата То есть рыночные вещи Которые рассчитываются Из прожиточного минимума Так вот От прожиточного минимума До зарплаты президента Не больше 7 раз То есть если бы у нас На пенсионеров мы рассчитывали По 2000 гривен То президент должен был бы получать 14 тысяч гривен Вот это было бы справедливо Или давайте считать в обратную сторону Если у нас там по 300-400 тысяч Получают чиновники Ну на 10 делим Значит пенсии должны быть 30-40 тысяч Вот это социальная справедливость называется А у нас Вот на наш госаппарат Выделяются такие сумасшедшие деньги И кто-то говорит Что не хватает денег Там на вооружение Или на что-то Да у нас просто денег Не знают куда девать чиновники Вот пока вы говорили Я воспользовалась гуглом Потому что я где-то уже это слышала Оказывается в текущем году Планируется еще и сократить Вот вы говорите 2000 не прожить и так далее Беженцев становится все больше Внутренне перемещенных лиц Потому что все больше разбомбленных домов Все больше обездоленных людей Но в бюджете на 2024 год Уже почти на четверть меньше Меньше заложено помощи На четверть меньшая сумма На помощь ВПЛ Чем было в 2023 году Размер выплат остается неизменным А это значит что правительство планирует Сократить количество получателей Государственной помощи То есть ты бездомный А ты не совсем Поэтому у тебя может быть можно жить Возвращайся в Константиновку Где идут боевые действия Например Как я понимаю себе Дом тебе цел Вот возвращайся в Константиновку И живи под обстрелами Ну а какие еще варианты Это перекликается с предложениями Сергея Лещенко О которых мы поговорим ниже Так что Свар вообще Так что это в том ключе Хорошо Ну давайте до этого доберемся позже А пока расскажите Это просто очень сейчас громкая Актуальная тема Вот дело Игоря Мазепа Я посмотрела что в принципе Ну я обыватель Пишут часто журналисты Всем известный Игорь Мазепа Мне Игорь Мазепа неизвестный Я посмотрела его бизнес И действительно думаю что Полно мог незаконно когда-то Эту землю прибрать к рукам Ну да это было давно Еще до войны А сейчас как-то удачно Вспомнили правоохранительные органы Об этом Но тем не менее Возможно вы знаете больше И как-то по-другому видите Вот почему дело этого Игоря Мазепа Вызвало такой вот резонанс В среде бизнесменов Предпринимателей Его я для зрителей скажу Обвиняют в создании схемы Незаконного присвоения земель В общем А предприниматели назвали это дело Почему-то хроникой войны Правоохранителей с бизнесом Оказывается кроме войны Россия с Украиной Есть еще война Правоохранителей с бизнесом Во время войны Вот об этой войне Вы что-то может быть можете рассказать И также для тех кто не в курсе Я просто хочу это озвучить Арест Мазепа привел К тому что бизнес Объявила забастовки Она должна была состояться 1 февраля Некое общественное движение Бизнеса Манифест 42 Может быть знаете что это За общественное движение Объясните В знак протеста Против произвола Тыловых силовиков В отношении бизнеса Объявила забастовку Но после того как его выпустили Под залог В общем-то отменили Эту забастовку Но была встреча С предпринимателями Но это уже отдельно Будет другой еще вопрос Как предприниматели Повстречались с Ермаком А пока расскажите Что вы знаете Об этом Игоре Мазепе Об этом деле Почему Такое возмущение У предпринимателей Вероятно это системная Какая-то ситуация Если так То за что Наехали на Мазепу Чем он власти не угодил Почему бизнес Вступился за него Ведь не он первый У кого какие-то проблемы Но вот его ситуация Вызвала Солидарность Мне вообще нравится Когда проявляют Солидарность Люди С другими людьми Что произошло Как вы это видите Дело в том Что с началом войны Силовые структуры Наши прокуроры СБУшники Сличие органы Мили полиции Активизировались И начали атаковать бизнес То есть началось Это с того Что под всякими Выдуманными Предлогами Силовики начали Осуществлять обыски То есть Цель правоохранителей Стала обыскать предпринимателя Причем дома И раньше это случалось Но раньше это не было Не носило массовый характер А вот сейчас В 22 В 23 Году Они настолько Активизировались Вот когда Журналисты начали Вскрывать Воровство В Министерстве обороны На госзакупках То правоохранители Вот по этим всем Всевозможным Делам По закупкам Начали сначала Прессовать Всех предпринимателей Которые участвуют В государственных закупках То есть Если ты когда-то Что-то продавал Государству Они возбуждают Дело По факту Какой-то сделки И всех предпринимателей И всех предпринимателей Которые имели Отношение К этой сделке Причем там Не доказано Еще там Никакой-то умысел Никакого преступления А просто Ты что-то продавал Государству Проверим По какой цене Продавал Где брал И они начали Такую схему Запустили Которую Они назвали Канистра Канистра Это значит Они в канистру Скидывают туда Бизнесменов И по очереди Их прессуют И вот они Наполняют эту канистру Потому что Дело возбуждено По факту Какого-то Расследования В каком-то Государственном органе Но из чиновников Никто обычно Не страдает А все бизнесмены Которые работали С этим органом Они все Начинают Поддаваться Репрессия Что происходит На обыске Обычно Начинается Сначала Запрос То есть Бизнесмену Дают запрос Вот вы По такому-то Сделке Надайте Пожалуйста Все документы Ну бизнесмены Как в основном Просто Сканируют Все Все отправляют Там юрист Или адвокат Относят Все эти документы Следующий шаг Правоохранителей Они Хотят Обыскать его И Судье Говорят Сличие судья Подпишите нам Ухвалу На доступ До оригинала Документ Ну что Типа Копиям Они не верят Хотят оригинала У бизнеса Они не просят Оригиналы Бизнесменами Привезли бы Оригиналы Но им Нужно Обыскать И судья Подписывают Ухвалу До доступа До документов Примерно В 6 или В 7 утра Они Врываются В дом Бизнесмена Дом Обыскивают Ищут Ищут Деньги Выносят Деньги Ценности Мобильные Телефоны Все это Держат У себя Приносят Я не знаю Где там Хранятся Эти все Улики Скажем так В кавычках И главное Что в этот момент Судья Вместо того Чтобы Организовать Жалобу Что они Изъяли Не то Что было В ухвале Судья Накладывает Арест На все Вынесенное То есть Непонятно Каким доказательством Могут быть Там Деньги Там Ценности Какие-то Часы Драгоценные Они Доказательством Какого преступления Должны быть То есть И вот Они Собираются Так с бизнеса Деньги И ждут Когда бизнесмен Придет Договариваться Что часть этих денег Он отдает А остальное Ему Возвращают И вот Такие дела Могут тянуться Годами Вот это На рэкет Похоже Да Это Совершенно верно Об этом Знаете Но здесь Ситуация В чем Бизнесмены Начали выступать Начали записывать Видео Начали ходить Давать интервью Что происходит Такая ситуация Что маски шоу Стало обыкновенным Делом Прямо сейчас Во время войны Когда Работа предприятий Нужна к фронту Ведь предприниматели Это первые донаторы Они больше всего Донатят на армию Они у себя Производят дроны Они покупают Комплектующие И пытаются Помочь фронту Кто поставил Больше 150 тысяч Пикапов Было поставлено На армию За это время Кто купил Эти все пикапы Ну конечно же И ледовые граждане Скидывались Но в основном Это бизнесмены И вот смотрите И они Начинают Прессовать Тех Кто больше всех Помогает фронту Кто участвует В госзакупках То есть Кто шьет Паяет Что-то делает Для фронта И поставляет Министерство обороны И получается Что бизнесмены Начали возмущаться Начали выступать И среди этих Возмущенных бизнесмен И они вот Это создали Инициативу Манифест 42 То есть Инициатором Там были Дмитро Олиник Голова Федерации Работодавцев Украины Там были И другие бизнесмены И Игорь Мазепа Был одним Из активных Участников Потому что Он же сам Инвестор Многих предприятий Игорь Мазепа Это глава Конкорд Кэпитал Это инвестиционная Компания Которая Вкладывает Деньги В украинский Бизнес Привлекает Иностранных Инвесторов Чтобы сюда Заводить деньги То есть Это инвестбанкир И он Финансирует Нашу украинскую Экономику И он начал Тоже этим Возмущаться Ну как же так И они начали Выходить на Разные площадки Информационные А силовики Ощетинились И начали Еще больше Их там Прессовать У сына Дмитра Олиника Изъяли из дома Наличные деньги То есть По детям пошли По родственникам Значит И Ну а Бизнесмены Ну как бы Еще больше Информационная Волна пошла И тут они решили Хлопнуть Игоря Мазепа Потому что Ну он один Как наверное Может он Самый богатый Там в этой компании Манифест 42 Я тоже всегда Поддерживаю Это движение Манифест 42 Он так называется Потому что 42 Это 42 Статья Конституции Которая гарантирует Свободу предпринимательства Вот они назвали Так себе Манифест 42 И Они взяли И арестовали Так А самое главное И самый факт Который возмутил людей Что это сделало ДБР Если мы откроем Закон по ДБР Они имеют право Арестовывать Только чиновников То есть Они для этого Были созданы Чтобы у них Такую последственность Только чиновники Они не могут Просто взять И арестовать Рядового Цивильного Гражданина Они могут Войскового Еще арестовать Войскового службовца Но нету там Чтобы было Просто частные лица И вот они просто Превысили все свои полномочия Нарушили закон Арестовали После этого В день ареста Был сожжен дом Игоря Мазепа То есть я не знаю Кто это мог Кто это мог Такое придумать Вообще Но сам факт Таких событий Он поднял Еще больше Эту волну Бизнеса И вот Случилось так Что власти Пришлось Идти на попятную Мало того Что Внутренне Возмутился Бизнесмен Бизнесмены Так и Иностранные Наши партнеры Большая Семерка Начала Обращаться А что Случилось Почему Несоответствующий Орган Вдруг арестовывает Бизнесмена За сделку Которая была Десять лет назад И ответственность За которую Должны нести Только те чиновники Которые регистрировали Эту сделку То есть тот Кто регистрировал Документ Тот Кто менял Целевое назначение Кто выводил Ее из какой-то Рекреационной зоны Это же все Делали чиновники Ну они должны Отвечать Человек купил На вторичном рынке Землю Ну то есть Вот такая ситуация Возмутила И гражданское общество И бизнес Спильноту И поэтому Все начали возмущаться Ну и Зеленский Наверное Решил Что надо Наверное Все-таки Что-то с этим делать Но и к тому же Как вот К делу Мазепы Было привязано Еще две вещи Которые Ну просто Выходят за рамки Здравого смысла Это Блокирование Податковых накладных Которые Гетманцев инициировал И Ситуация с БЭБом То есть Налоговая милиция Которая сменила На своих дверях Табличку на БЭБ И напомню Что у нас Тимофей Милованов Назначил Этого Мельника Который раньше Возглавлял Налоговую милицию А Милованова Назначили Главой комиссии По назначению Этого человека То есть Железняк Гетманцев И Милованов Решили Что на налоговую милицию Надо просто Назначить табличку Возглавлял Весь лес Бучанский В семье Януковича Богатыревым Разным Колетником И так и остался Бессменным Руководителем Его наградили Уже во время войны А земля Так и осталась У Богатыревых Януковича И Колетников Лес Точнее Бучанский Так и остался Вы Хочу еще спросить Да Была же встреча Была встреча Закрытая Ермака С коллективом Предпринимателей Мы не знаем Что там происходило Но есть такая информация Создан совет И экономическая Платформа Сделана в Украине Как я понимаю По самому названию Вероятно Будет поддерживать Украинский бизнес А может быть Вы знаете О чем идет Конкретно речь Потому что Вроде как У вас на странице В фейсбуке Читаю Что Упомянутый вами Алиник Пишет Что Удовлетворен Результатами встречи О чем Могли договориться С Ермаком Что мог Ермак Пообещать Может быть Действительно Осознал ошибки Допущенные Его же приближенными Потому что Татаров же Курирует ДБР И другие силовые органы Ну конечно Я думаю Что Ермак Пообещал бизнесу Что маски шоу Прекратятся Это вещь Которая не может Происходить Сама по себе То есть Есть глава ДБР Да Сухачев Ну он не может же Не знать Что делают его Подчиненный На все он дает Санкции Все кто Расследует Из журналистов Работу Правоохранительных Органов Говорят Что ни один ДБР Без санкции Сухачева Никогда в жизни Не заявится Никому на Обыск Это все таки Мощная структура Она на виду Но я хочу Вот просто Факт привести Я не помню Говорил я про него Или нет Когда Сухачева Только назначали На должность Главы ДБР После этого Было куплено Сразу Шесть Внедорожников Лендкрузеров Естественно Черные С белыми салонами Ну как положено У правильных пацанов То есть Это уже Одно Вот этот факт Говорит Об Этической планке Человека Для ДБР Куплено Для ДБР Да Для ДБР Было закуплено Пять дорогущих Таких шикарных Машин И вот он сам ездит На одном из таком Как вот схемы писали Что он сам На одном из них ездит То есть От кого он прячется Для чего такие машины По какому они Бездорожью Собираются ездить То есть Ну обычно пацаны Покупают такое Чтобы на стрелке ездить То есть Вот это просто Сразу Показывает лицо Человека Который назначили На ДБР Потом Ничего это не может Происходить Без ведомо Генерального прокурора Ни одно уголовное дело Ни один обыск Не может осуществляться Без ведомо Генерального Без ведомо прокуратуры И без ведомо Прокуроров местных Я хочу про прокуратуру Еще такую вещь сказать Во что она у нас Превратилась То есть у нас Вот В те времена Давние Да Про которые вы Когда-то писали И помните Этот миллиардер Васильев Который был Генпрокурором 575 миллионов У него было Личное состояние Не бедные люди Олигарх Он олигарх Стал Энергетическое Откуп Энергетикой Стал заниматься Да И интересно Что Во времена Януковича Генеральная прокуратура Была 340 человек Там работало 340 прокуроров Татьяна Как думаете Сколько сегодня Работает человек Генеральной прокуратуры Ну скажите Какое-то число Тысячи Наверное Тысячи Тысяча Восемьсот Тысяча Восемьсот Прокуроров Кто это такие Это зарабетчики Только в генеральной Прокуратуре Только в генеральной А где результат Мне интересно Где результат Горбатюка Вот я хорошо к нему Отношусь Очень его уважаю У него в отделе Работали десятки Люди Их обвиняли В неэффективности Они раскрыли Практически Все преступления Совершенные на Майдане А вот эти тысячи Они что раскрыли Где их результат Покажите Чем они занимались Это тоже те дармоеды Которые грызут Наш бюджет Просто грызут Наверное У них какой-то другой КПА О котором мы не знаем То есть есть какой-то Непубличный КПА Если какая-то Организация Разрастает Как в бизнесе Если продажи Идут хорошо Значит ты увеличиваешь Штат Берешь еще оборудование Выпускаешь Больше продукции Значит их бизнес Идет отлично И вот сейчас В этой ситуации Когда такой успешный Бизнес идет Распространенный на всю страну Как франшиза И генеральный прокурор Костин Вот он знает об этом Или не знает Ну наверное знает Наверное дал санкцию на это И когда бизнесмены Приходят К Ермаку А соседний там кабинет Или как там у них Не знаю Это кабинет Татарова То наверное Ну есть человек Который может Это все прекратить Но если У вас на местах Расставлены такие люди Как Сухачев Костин Которые Все это знают Вот как вы думаете Они могут это прекратить? Ну по-моему нет Если у них Такая этическая планка Что они считают Что это нормально Вот так вот Вести себя Со своими гражданами Ну наверное Только кадровые Если действительно Ермак Зеленский Обратили на это внимание И подумали Блин Наверное что-то здесь не так То только кадровые решения Ну вот мы посмотрим Если за эти три месяца Которые они отвели На разбор этой ситуации Кадровая политика изменится То есть На месте генерального прокурора Будет другой человек На месте главы ДБР Будет другой человек Ну наверное Тогда что-то будет меняться А если эти люди останутся Ну навряд ли что-то изменится Хочу поговорить Поскольку вы эту тему Углублены И об этом знаете Когда-то Тоже очень прозорливо Вы мне сказали о том Что дроны должны играть Решающую роль Вы и сейчас это говорите Но тогда это мне казалось Казалось более фантастически Чем сейчас Когда я действительно И все мы видим Какую роль играют дроны Атакуют Россию Вглубь Далеко Вглубь От границ И Приносят Большие результаты Морские дроны Это вообще что-то Фантастическое Уже все Военные аналитики Отметили Большой успех Украины В этом направлении А вы говорили о том Что вообще И сейчас говорите Пехота не нужна Все же Военные эксперты Глядят Что без пехоты Не обойтись Даже в 21 веке Но то что Акцент должен быть Смещен На дроны Теперь это Наверное Всем уже понятно А вы Об этом говорили Давненько уже Насколько сейчас По вашей информации Легче стало Вот этим Частным Производителям Дронов Насколько Государство им Стало меньше Мешать И больше Помогать Насколько Оно включено В эту деятельность Есть ли Государственные Заказы Стало ли Легче Вообще Жить Тем Людям Которые Занимаются Этим Благородным Делом Производят Дроны По вашей информации И да И нет То есть Были созданы Специальные Скажем так Я не знаю Каналы По которым Финансировались Программы Дронов Мимо Министерства Обороны Потому что Министерство Обороны Такой Коррупционный И злокачественный Организм Куда Наверное Военная Ставка Решила Деньги на Дроны Не давать Пока Они там С яйцами По 17 Не разобрались И Закупали Через Другие Министерства И Те люди Которые Научились Взаимодействовать С министерством Они Сейчас Финансируются Государством То есть Есть Производители Дронов Которые Финансируются Государством И это Большой Самый Плюс Но Этого Недостаточно И Сейчас Вот В январе Уже Январь Кончается И все Производители Дронов Они это Публично Заявляют Это не Какая-то Скрытая Информация Что На этот Год Еще Не Законтрактованы То есть Не Заключили С ними Контракты На производство Это уже Значит Месяц И не Производят То Что Необходимо Армии С другой Стороной Есть Огромное Число Производителей Которые Предлагают Свои Дроны Прямо Сейчас То есть Мы Ленту Фейсбука Просто Листаем И там Есть Компании Которые Предлагают Дроны Все Волонтеры Которые Собирают Деньги На Дроны Покупают И Отправляют В армию Вот Моя Знакомая Волонтер Татьяна Руденко Буквально Позавчера Запостила Как она Передает Воинскую Часть Нашим ССОшникам Партию Этих Дронов Так Скажите Вот Почему Так Выходит Вот Есть Государство У которого Триллионы И Есть Таня Руденко Которая Своим Фондом Крышечки Которая Собирает Пластмассовые Крышечки Они Переплавляют Продают Эту Пластмассу На Эти Деньги Нужны И Все Это Осуществляет А Министерство Обороны Не знает Я Вот Это Не Могу Понять Вообще То То Ли Там Люди Абсолютно Некомпетентны Которые Не могут Быстро Оперативно Наладить То Ли Второй Вариант Еще Хуже Чем Они Некомпетентны Вот В чем Проблема У нас Государственная Машина Очень Медленно Разворачивается Про Эти Фортификационные Со всеми А просто Не знаю По-деревенски Что ли Ну вот Как-то Не получается У нас Видите Какая ситуация Вот Если Вообще Картинку Сделать Что В частом Секторе Огромное Количество Людей Которые Знают Как Сделать Которые Знают Что Надо Делать И Эти Люди Не Привлекаются То Есть У нас Зашла Во власть Команда Вот Этих Юристов И Они Считают Что Они Все Но просто Самое Обидное Что Цена Этого Жизни Людей То есть Когда Вы говорите Что Пехота Все равно Нужна Пехота Нужна Тогда Когда Территория Зачищена Все Там Нет Врага Может Случайно Какой-то Остался Полураненный Сидеть В окопе Вот Тогда Заходит Пехота Пока Там Хоть Что-то Шевелится А Тем более Если Точно Знают Что Там Есть Враг Вообще Нельзя Людей Выпускать Туда Нельзя Держать Людей В окопах Под Артиллерийским Обстрелом То есть Если Территория Обстреливается Нельзя Держать Там Людей Люди Должны Отойти И Огневые Точки Должны Быть Уничтожены Сейчас Наши Дронщики На 15 Километров Могут Уничтожить Все Что Угодно 15 Километров Не должно Быть Вообще Никого До Врага Поэтому Меня Просто Удивляет Это же Простая Математика У вас Линия Фронта 900 Километров Если Дроны Поражают На 15 Километров Значит Через Каждые 15 Километров Или 30 Хотя Если Мало Средств У вас Должна Быть Такая Команда Которая Закрывает Этот Радиус Все Дальше Идут Дроны FPV Комикадзе На небольшую Дистанцию Они На 5 Километров Все Значит Каждые 5 Километров Должно Быть Подразделение Которое Дронами Фигачит Вперед Никаких Живых Людей Там Не Должно Быть Причем Эти Дроны Они Там Должна Быть Команда Которая Выставляют А те Кто Управляют Должны Сидеть В укрытиях Бетонных И никуда Вообще Оттуда Не Вылазить А там На передовой Должны Везде На эти 900 Километров Стоять Камеры Все Спутниковая Съемка Дроны Летают Всех Снимают Все Не Надо Людей Туда Ну Зачем Вам Люди Опять Нет Давайте Мобилизация Опять Нужны Люди Да Блин Да Прекращайте Людей Брать У нас Есть Огромное Количество Техники Металла Технологий Которые Могут Воевать На фронте Там Пусть Стоят Камеры Турели С Дистанционного Управления Пулеметы Которые Там Ездят На этих Гусеницах Уже Все Делается У нас В Украине Уже Не надо Ничего Там Закупать Где-то Я понимаю Там Высоко Какое-то Высоко Технологичное Допустим Вот Обнаружение Дронов И моментальная Стрельба По дронам Это делают Турция Франция Швеция Причем Все Они готовы У нас Наладить Производство Даже Прямо Сейчас Во время Войны Но Не могут Создать Условия Этот Бедный Байрахтар Сразу К нам Приехал Сказал Давайте Я у вас Построю Завод Дронов До сих Пор Вот Это Мучение Идет Это же Блин Про Военную Экономику И военное Производство Еще отдельно Поговорим А сейчас Хотела попросить Вас Прокомментировать Тоже Резонанс Тему Коррупционную Последняя Новость Связанная С Резниковым Речь идет О хищении Денег Которые Предполагалось Потратить На закупку Артиллерийских Снарядов Для ВСУ Надо сказать Что сейчас Четыре раза Меньше Мы Используем Артиллерийские Снаряды Чем Полгода Назад Потому что Их нет Ну Не смогли Наши партнеры Европейские Нас обеспечить Обещанным Миллионам Снарядов И так далее Так вот В это время Когда у нас Не хватает Снарядов Значит Эти товарищи На полтора Миллиарда Украли гривен Сообщает Нынешний Министр Обороны Умеров Что удалось Вернуть Почти полтора Миллиарда Гривен Ими ранее Украденные Удалось Вернуть Речь идет О том Что СБУ Сейчас проводит Пять чиновников Минобороны Обыски у них Прошли Получили Подозрения Эта схема Была разоблачена В декабре 23-го Если вы об этом Слушали Уже знаете Я извиняюсь Я просто хочу Чтобы кто может быть Из наших слушателей Не в курсе Все-таки это прочитать В декабре Задержали Организатора Им оказался Руководитель Одного из главных Управлений Министерства обороны А теперь Значит Новые фигуранты Появились В том числе Менеджеры Компании Поставщика Вооружений Львовский арсенал Они что же Могут сказать Как и Извините Мазепа Мы жертвы Мы хорошие ребята Тем более Резников Защищает своих Подчиненных В августе 22-го года Значит Они еще Заключили контракт Еще в августе 22-го Партия артснарядов И до сих пор Она значит Не пришла к нам Но Министерство обороны Перевело На счета Предприятия Львовский арсенал Всю сумму А менеджмент Сразу же Эти деньги Перечислил Иностранной Компании Иностранной И Которая должна была Якобы Поставлять боеприпасы Но Вместо этого Ни одного снаряда Нам не поставило Полученные средства Вывело в тень Куда-то там На Балканах Об этом уже сообщает СБУ Остальная сумма Осталась в Украине Не знаю Если они перечислили На Балканы То как у миров Говорят что удалось Свернуть Не знаю Загадка Значит По данным источников Украинской правды Вот самое интересное В правоохранительных органах Речь идет Об Александре Лиеве Который был Руководителем Департамента Военно-технической Политики Развития вооружений И военной техники Минобороны Еще при Резникове А также Нынешним Руководителем Этого департамента Нахкури И руководителем Львовского арсенала И что интересно Очень горячего Резников Которому удалось Благородно уйти На дипломатическую работу Заявлял Что Лиев Этот Лиев Лиев Белый и пушистый Александр Лиев Что он ничего Никогда И никаким образом Вот А теперь Вот такое Выясняется Вот что вы на это скажете Может быть Тоже Лиев скажет Да нет Я предприниматель Или там Львовский арсенал Скажет Это наезд А вы как думаете Что это такое Вот Скажу честно Мне немножко неприятно Когда таких людей Сравнивают С ребятами Которые выступают Против маски шоу То есть Среди Участников Манифест 42 И тех людей Которые сейчас выступают Против маски шоу Наверное Нет таких людей Которых бы обвиняли В воровстве На госзакуп То есть Воровство На госзакупках Я считаю Что сегодня В Украине Это самый быстрый Способ обогащения Самый быстрый Самый беспринципный Потому что Время войны И из военного ведомства То есть Это Я не знаю Что у этого человека Должно быть в голове И в сердце То есть Там совести Не должно быть Вообще Она должна быть Отключена при рождении Чтобы во время войны В министерстве обороны Своровать То есть Это Ну я просто не знаю И вот когда Речь идет о Резникове Ведь Резников Это же член Команды Юристов Решал То есть Резников всегда был Около власти И в киевской администрации Там И при Ющенко В команде Оранжевых Да Это был всегда Человек возле политики Который знал Что кому занести С кем договориться Чтобы решить Какое-то дело И вот Такого человека Ставят на такую Отвестивнейшую должность А поставили его Почему туда Во-первых Потому что потоки Во-вторых Потому что Свой человек Вот посмотрите Все люди Если мы возьмем Все окружение Зеленского Те люди Которые его С 14-го года Вели во власть Это Андрей Богдан Андрей Ермак Катаров Смирнов Стефанчуки Братья Гетманцев Резников Это все Команда Юристов Решал Они же все Доктора наук Они профессоры Стефанчук Академик Мне всегда Мне это так Смешно То есть Юристы Возглавили Нашу страну И не сделали Ничего Полезного Для нашей страны У нас В юридическом поле Такой бардак Законы Не соответствуют Конституции Законы Не соответствуют Международным Соглашениям Которые мы Подписали У нас Подписана Конвенция О правах Человека У нас Права человека Вообще Не соблюдаются И это юристы Которые могли бы В этом навести порядок Которая была Вся возможность Большинство Верховной Раде Все Кабмин их Все силовые структуры Просто из страны Можешь сделать конфетку Вот все что угодно Все полномочия То есть ты вот так Мог сделать все что угодно Блин Но ведь Обогатиться-то Это лучше Чем из страны Ну конечно Полтора миллиарда гривен Огромные деньги Это что Тлиев Который В феврале Прошлого года Вот год назад Уволился По собственному желанию После того Как журналисты Опубликовали Что у него Есть российский паспорт Резников Заступился Сказал Что это брехня И украинская правда Принесла извинения Даже Извинилась Перед Лиевым Сказала Что Обратились к Лиеву А он опроверг Информацию Нет у него Российского паспорта Он вообще Замечательный парень Это полный трэш Говорил Лиев У меня нет И не было никогда Никакого другого Гражданства Ну в общем А теперь Этот человек Насколько я понимаю Задержан Я надеюсь Он все-таки Задержан А не на подписку Не выезде Отпущен Пока я не вижу Такой информации Задержан или нет Вроде Задержан Да Задержан Вот прям Сегодняшняя информация Человек Задержан Дурацкий Вот после этого Скажите Сегодня я видела На одном дружественном Телеграм-канале У хороших журналистов Такой опрос Среди читателей А мне интересно Стало вам Задать такой вопрос Как вы думаете Дойдет ли дело Ну Лиев Тоже думал Все-таки Что он До него не дойдет Он думал Что у него все в порядке Везде откупится А как вы думаете Дойдет ли когда-то Дело до подозрения Или посадки Ну хотя бы подозрения Господину Резникову Ну никто ж не поверит Что Лиев украл Полтора миллиарда гривен А с Резниковым Не поделился Ну что ж это Выражаясь Известными словами Что ж это Я лох Что ли получается Никто не поверит Мне кажется Что Лиев сам украл Да думаю При этой власти Навряд ли Навряд ли Но когда власть сменится Я думаю Вся эта команда Юристов Конечно Каким-то образом Будет привлечена К ответственности Не знаю Какая там будет И за что Но То что они творят То что творит Гейтманцев Ну Послушайте Вот мы там говорим О каких-то деньгах И эксперты И депутаты Говорят что По схемам НДС Из бюджета Выводится Или не доплачивается Суммарно 200 миллиардов гривен В год То есть Каждый год По 200 миллиардов гривен Из системы Вот это СЕАПДВ СМКОР Все Против схем Все борются Выводится 200 миллиардов гривен Ну это в принципе Можно и теоретически Посчитать Если у нас там Можно посмотреть ВВП Сколько составляет Потребление И вот там 16% от этого Должно составлять НДС Так мы не добираем Где-то 300 миллиардов Вот вам Ну это Это считается Со всех сторон Ну это же Не обязательно Украденные деньги Да Некоторым же Возмещается НДС Законно Это я с учетом Это вы уже посчитали Прикидка Сколько украдено Да Потому что У меня на дне Возмещается нормально Но просто Незаконно Возмещается незаконно Просто на днях Буквально Беседовала с фермером Но он такой Крупный фермер В ужасных условиях На линии огня Работает В Донецкой области Где обстрелы И он говорит о том Что им Они не дают взяток Принципиально И налоговая это знает Но им просто Из подлости Из вредности Блокируют Эти налоговые Накладные Потому что Они реально Продают Сельскохозяйственную Продукцию За границу И они могут Претендовать На возмещение А им блокируют Просто чтобы Палки в колеса поставить Но при этом Он знает Что другим Если заблокировали Можно заплатить процент И блокировка снимает Это сумасшедшая Коррупционная схема Которую придумали Гетманцев Железняк Министр Финансов Марченко Его нельзя Снимать Потому что Конституционно Именно он Отвечает За налоговую политику И то что он Закрыл глаза На эти схемы Это его Прямая вина Все назначения В налоговой В таможне Подписывает Контрабанду Проверок Во время Во время Клименко Ну кстати Он как кот Кот в масле Клименко Клименко Это какие-то Клены Широлист Аудит Который ведет Юля Я вот Татьяна Я же просто Производственник Я знаю Сколько стоит Построить завод Два миллиарда гривен Это любой завод Завод пикапов Завод дронов Завод взрывчатки Два миллиарда гривен Стоит Один завод Мы Ежедневно Выкидываем На Вот такие Госзакупки Две целых Три десятых Миллиарда Ежедневно То есть Если их Остановить Вот просто То каждый день Остановки Это новый завод А мы этого Не делаем Почему-то Мы продолжили Это на 24-й год Вот я хотела Как раз Вас и спросить Как производственника Первое Небольшое замечание Все-таки Вот вы правильно Премьер Полтавы Привели Все-таки Это не государство А местное самоуправление Значительное мере Местное самоуправление Разворовывает деньги В том числе Товарищ Кличко В том числе Все остальные Вот эти вот Местные царьки Они разворовывают Бюджеты На плитку тротуарную И обрезку кленов Или их орошения А второе Хотелось уже вопрос Как производственник Вот вы видите Возможность создать То, что у нас Не хватает У нас есть Уникальные Талантливейшие люди Инженеры Которые когда-то Создавали ракеты Которыми до сих пор Российская фашистская Федерация Нас бомбит Могли бы мы Наладить производство Ну я не знаю Где-то там В подземелье Чтобы оно не было Уязвимым Наладить производство Тех снарядов Которых нам не хватает Тех же дронов Но в большем объеме Могли бы мы Это же и был бы Переход на Военные рельсы Есть ли такая Техническая возможность Потому что Иногда говорят Некоторые люди Ну как Во время войны Это невозможно Это только где-то там В Львовской области Так ли это Послушайте Бетон 15 сантиметров Что касается специалистов У нас Что касается Взрывчатых веществ У нас Институт был Который Запроектировал Институт Взрывчатых веществ В Азербайджане И они его построили По-моему За 4 месяца То есть Это просто От момента проекта И начала строительства До запуска 4 месяца Сейчас Завод снарядов Всех видах И всех калибров Построили в Турции За последний год Взяли и построили Просто А у нас Никто даже не задумается Чтобы надо это построить Все специалисты есть У нас По ракетам Сейчас все постят Человека Который говорит Кому нужны ракеты Я научу вас Это делать То есть Инженер Который ведет Детские кружки По ракетам И учит детей Запускать ракеты Говорит Да я вам все сделаю Кому это надо Скажите Вот в чем вопрос Самый главный Нет людей Которым это надо И которые готовы Это профинансировать Я не знаю Нет ли понимания Нет ли еще кого-то Вот сейчас Та рада бизнеса Которая створена Для того Чтобы защищать бизнес Вот если Этих бизнесменов Взяли В ставку военную И сказали Послушайте Того же Мазебу Сказали бы Игорь Ты можешь построить Нам завод Взрывчатки Игорь бы посмеялся Сказал Через сколько Малу Да Все возможно построить В современном мире Все продается И покупается Любое оборудование Можно купить Что такое завод Ты покупаешь станки И собираешь их У себя на площадке Все Тебе нужен Технологический процесс Покупаешь резервуары Сырье Ближе к сырью Строишь завод Производишь Все что угодно Но нету Нету секретов Сейчас в мире Таких Что вот Такие простые вещи Было сложно производить Я понимаю Что вот Мобильный телефон Наверное Мы бы не смогли Это долгая дорога Микропроцессоры Наверное Не смогли бы Долгая дорога И то у нас есть Евгений Уткин Он был у меня там На интервью Который занимается Всю жизнь Микропроцессорами Они свои разработки Продают на Запад Запад с удовольствием Покупает у них Эти разработки А нашим Это не надо Вот в чем проблема Что наш мозговой центр Наша военная ставка Ничего не делает Для того Промышленность появилась У нас законодательно Эта обязанность Во время войны Это делать Возложена во первых На генеральный штаб То есть если мы Откроем закон Про оборону Там написано Что генеральный штаб Создает органы управления То есть он может создать Отдельный орган управления Который будет заниматься Войной И производить вооружение У нас В кабинете министров В законе Про военный стан Написано Что Премьер-министр Обязан разработать План ДИИ И перенаправить Закупки На военные цели То есть это все Полномочия Шмыгаль это должен Сделать конкретно Но он не пошевелил Даже пальцем То же самое Как Ирин Буом Имеет такие возможности Заставить кабин И выкновчил Владу Все это делать Но нет ни одного Инициатора У нас только Ну то есть По идее Это должен сделать Зеленский Это должно быть При военной ставке Собрать бизнесменов И сказать то Что нам надо Производить Бизнесмены все Произведут Дайте деньги Дайте ресурсы И уберите Уголовную ответственность То есть у нас сейчас Инициатива Собирайте все дроны Но это же Для военных целей То есть это значит Что любой человек Который дома Соберет дрон Он сразу Под уголовную ответственность Попадает Это же надо Законодательную базу Принять Чтобы люди могли Это все производить И не бояться Что к ним завтра постучат Вот проблема То есть предприятия Которые сегодня Массово собирают дроны Они же боятся Потому что к ним придут То есть это же Ничего не делается То есть это все Военная ставка должна Указ президента Не ждал бы он там Ни парламента Ничего Указами надо уже Во время войны Командовать Вот такие мои мысли Татьяна Я знаете Что хотел бы сказать Вот закончить Вся проблема Украины в чем У нас На местах Политической элиты Находятся люди Которые не являются Политической элитой Политическая элита Это лучшие Среди Громадских Диачи Вот есть у нас Какая-то часть общества Которая занимается Все время Общественными проблемами Вот лучшие из них Должны становиться Политиками Что такое Громадский Диачи Я думаю Мы все знаем Мы видим Кучу людей Которые занимаются Решением Общественных проблем Которые хотят Изменения законодательности Критикуют власть Что-то делают Да Среди них есть Там и профанаторы Еще что-то Но основная масса Людей Которые занимаются Общественными делами Волонтеры наши Это и есть те люди Из которых должна выходить Политическая элита У нас На местах Вот этих людей Сидят люди Которые не понимают Что такое этика Они не понимают Что такое добро и зло Поэтому Они не просто так сидят Их выбирают Их выбирают Еще скажите спасибо Что выбирают Не Поворознюка А то и Поворознюка Выберут Татьяна Выбирают Любого шарика Выбирают тех Кто попал в список Это первое А в список попасть Рядовому гражданину Практически невозможно То есть так настроен Политический процесс Регистрация У нас же политические партии Просто покупаются И продаются То есть этот процесс Коммерциализирован Зайти в выборчий процесс Сколько нужно денег Но не могут Рядовые граждане Тем не менее Тем не менее Были партии Которые существовали За счет взносов Низовая демократия Эти проекты Сила людей Как его Господи Дим Сакира Кому нравится Кому нет Но тем не менее За взносы своих членов Снизу возникшая Инициатива Настоящая политическая партия Но люди не выбирают Люди не выбирают Люди выбирают других Это длинный разговор А вот все же Я уже хочу Извините Еще немножко времени Чтобы вы прокомментировали Вот эту экономическую идею Улучшить экономику Украинскую Предложил Сергей Лещенко Каким образом? Его идея состоит в том Чтобы Содействовать Возвращению беженцев В Украине И уже не только Тех, кто выехал Незаконно Кстати, выехал С помощью слуг народа Которые незаконно Вносили Последнее расследование Украинской правды В этот вот Шлях свой Вот Выехали незаконно Не про них речь Нет А про всех там Женщин и так далее Значит В чем идея состоит Значит Не позволить Чтобы им платили И создать условия Чтобы они возвращались домой Тут такие прекрасные цитаты Надо прям Сергея Лещенко Зацитировать Сейчас в Украине Опасно находиться Внимание Разве что В 5 километрах От линии фронта Опасно В 5 Но в городах В 30-40 километрах От передовой До которых Российская артиллерия Не может добить Например В Краматорске А как же Обстрелы Краматорска Как это не может добить Зарождается Новая экономика Утверждает Лещенко Там есть много Фастфуда Шашлыков Гамбургеров Боже Я вспоминаю Как бомбили людей Во время поминок Это нельзя смеяться Это ужасно Но это Это же абсурд То что он говорит Суши Кофе Новые отели Останавливаются там Жены солдат Перечисляет Сергей Лещенко Все это создает Рабочие места Оказывается Я думала В Украине безработица Люди еле-еле Сводят концы с концами Оказывается У нас бурно Расцветает экономика Вот И значит Что он предлагает Да Еще что он говорит Что в Киеве Живет 3 миллиона человек В том числе Сотни тысяч детей Аргумент о том Что это опасно Чушь Говорит Сергей Лещенко Тем кто вернется Не придется Воевать в окопах Они могут покупать Украинские продукты В супермаркетах Платить за аренду В Киеве Откуда деньги Платить за аренду В Киеве Чтоб деньги заплатить Их надо где-то взять А кто мне даст За аренду в Киеве Вот мне интересно Спасибо что у меня Не разбомблена Квартира А у некоторых Разбомблена И я могу жить у себя А некоторые люди На 2000 гривен Которые собираются Сократить Будут снимать аренду В Киеве Уедут из Европы Приедут к Сергею Лещенко в Киев И на 2000 гривен Будут в Киеве Снимать квартиру Да так Поднимать экономику В общем идея в том Чтобы Значит Прекратить пособия Да Платить А я считаю Что принимающие страны Должны прекратить Поддерживать беженцев Чтобы они могли Вернуться домой Сказал Сергей Лещенко И мы могли бы с вами Подумать Ну это просто фантазия Сергея Лещенко Но как бы не так Значит Ольга Стефанишина Подтвердила Что обсуждается С Евросоюзом Вопрос о возвращении Беженцев в Украину Для поднятия экономики А она вице-премьер Министр по европейской И евроатлантической Интеграции Представляете Ведет такие переговоры Она сказала Что продолжается Дискуссия о том Как в будущем Рассматривать вопросы Украинцев Как обсуждать вопросы Возвращения украинцев И наконец 18 января В Давосе Заместитель министра экономики Торговый представитель Тарас Качко Тоже сказал Что Украина начала Переговоры С Германией По поддержке Возвращения Украинских беженцев По его словам ФРГ могла бы направить Часть финансовой помощи На возвращение украинцев То есть понравились Те деньги Которые есть У ФРГ Давайте их нам Как бы говорит Тарас Качко И давайте Ну допустим Вот предположим Они вернутся Объясните мне Чисто экономически Не на темы моральной Сейчас разговор То все понятно С моралью Объясните Поможет это экономике Или нет В самом деле Если приедут беженцы Вот сейчас беженцы Из Европы Они посылают деньги Своим Голодающим В Украине Родственникам А вот допустим Они вернутся Они найдут работу В Украине Вот всем хватит Фастфуда В Краматовске Или за что Они будут снимать Квартиры себе В Киеве Это мне интересно Особенно в свете Тех вещей Которые мы Обсудили в начале Как силовики Уничтожают бизнес Как Гетьмацев Уничтожил Сотни тысяч Предприятий Вот это Не шутка Вот я говорю Сотни тысяч Это кажется Как-то смешно А в 19-м году У нас было Зарегистрировано Больше 325 тысяч Плательщиков НДС Сейчас 85 Тысяч То есть Часть конечно На территории Там осталась Которая Сейчас оккупирована На оккупированных Может быть Разбомблены Предприятия Например Производители Сельскохозяйственной Продукции Уничтожено Огромное количество Вся херсонщина Уничтожено Что-то уничтожено Но Вот даже в Киеве И там было Тысяча стопов Промышленных Предприятий Осталось Четыреста То есть Предприятие Просто Вы понимаете Что такое Блокировка Податковых Накладных Это тебе блокирует Все У тебя просто Нету денег Забирают твои деньги И ты должен судиться Ходить что-то доказывать А это по 30 тысяч Предприятий В год В месяц Каждый месяц 30 тысяч То есть Созданы такие условия Когда новые Рабочие места Просто не появляются Да Естественно У нас есть У некоторых работодателей Проблемы С тем Что Мобилизованы работники И нужны Новые рабочие Да Такая проблема Тоже есть Но извините Если в Киев Приедет какой-то человек Который в Мариуполе Все потерял Иди сюда Где он будет жить То есть Какие условия Никаких условий Не созданы То есть Лещенко Как и те люди Которые его окружают И им командуют Они к людям Относятся Как к скоту То есть Это вот скот Который надо гонять Туда загнали Сюда загнали Эй вы Отдайте наш скот Он случайно Зашел на вашу территорию То есть Мне просто интересно Вот Очень интересно Что думают Иностранцы Когда к ним Обращаются Разные вот эти Качки Стефанишин И Лещин Когда они слушают Ведь они же Евросоюз Они же другое понимание О человеке Там человеческая жизнь Высшая ценность Там защищены Права людей И вот приезжают Наши феодалы Наши Людожеры И говорят Верните наш скот Верните наших крепостных Это наши рабы Они должны Тут находиться Это же Блин Это такая Дискредитация Украины В лице Запада Я вообще Не понимаю Ну Блин Сколько это может Продолжаться Вообще Я не понимаю Павел И вы видите Есть рабочие места Для тех Кого мобилизовали Вакансии Обращаются Это же о высококвалифицированных А уехали из Украины Сколько инвалидов Людей предпенсионного возраста Которые до 24 февраля Себе едва-едва Находили работу Ну они кому нужны Но если они вернутся Например Создаст условия Лещенко и компания Ну их же надо содержать Наоборот Им платить надо Помощь помогать По инвалидности Там пенсионеры И так далее Или предпенсионного возраста Работу могут найти Только те Кто высоко квалифицированных Понимаете Татьяна Должен быть Хоть какой-то здравый смысл Но просто эти люди Вот когда ты Каждый месяц Получаешь Там больше 10 тысяч долларов Как Лещенко Ты не знаешь Ну ты просто Ты уже Настолько теряешься Ты не знаешь Какая у людей Зарплата Сколько Какие налоги Это уже Ты в другом мире Такие цены В супермаркетах Киевских Ты живешь Совершенно в другом мире И вот эти все Судьи Прокуроры Вот они не понимают А как там эти люди А что они там Поэтому Они просто Оторвались Они не Есть представителями Народа Вот Те проекты Я в этом принимала Участие Агитировала За своих друзей Вот в таких партиях Как Сила людей Там Как это еще Другая называлась Забыла Да Демальянс Демократическая Сакира Вот эта партия Которую создал Левченко Который когда-то Был в свободе Народовлад Да И что Голосуют за них Они не могут Конкурировать Не могут С теми Кто покупает Огромные баннеры Часы Телекрам Надо менять Избирательную систему Тут по-другому Не получится Но напоследок Вопрос от читателя Есть ли у вас Команда Павел Тут Несколько Получается вопросов Планируете ли вы Что-нибудь Более конструктивное Как он написал Чем публикация В Фейсбуке Если так То что именно Ну человек Чтобы вы понимали Тоже предприниматель И он тоже Неравнодушный человек Тоже очень много Тратит денег На помощь армии И у него точно так же Болит душа За все происходящее И он хочет Чтобы От обсуждения Уже гражданское общество Переходило К каким-то действиям Мы все понимаем Что нельзя Дестабилизировать И внутренний фронт Так сказать Открывать Нельзя во время войны И обрушать Даже эту вот Власть Которая есть Но каким-то образом Воздействовать на нее нужно Это хорошо Что в данном случае Как вы привели пример С Мазепой Солидаризоваться Сумерные предприниматели И выдвинуть Свои требования И получить их удовлетворение Судя по результатам Я читаю Посты Но это Одноразовая акция Есть ли у вас Какие-то идеи Насчет того Чтобы объединяться Создавать Может быть Свою какую-то Политическую силу Но я не знаю Какая может быть Политическая борьба Во время войны Опять же Вопрос Большой вопрос Но хоть что-то Предпринимать Кроме дискуссий Уже какие-то Вот может быть Формировать предложения В виде требований К власти Не просто Вот мы поговорили Об этом А может быть Формировать эти предложения Уже как Ультиматум власти Я не знаю На самом деле Как надо действовать Может быть у вас Есть идеи Предложения Войны Выдвигать Ультиматумы Власти Ну я думаю Это не совсем Там доречно То есть сейчас Мы конечно же То чем мы занимаемся Это называется Политическое деятельность То есть мы Критикуем власть И делаем свои предложения То есть те предложения Которые были В нашей группе По налоговой реформе Они же никуда не делись И там ничего не изменено Это все надо делать Мой коллега Святослав Дубина Сейчас военнослужащий Он же возглавлял группу По написанию закона О службе финансовых расследований То есть то что должно быть Вместо БЭБа Сейчас То есть он Естественно Будет этим заниматься Если у нас получится Победить на выборах В которых мы собираемся Конечно же участвовать То есть у нас есть Анатолий Екименко С Новохадским Александром Которые записываются На своих каналах Тоже распространяют Свои идеи У нас есть чудесный Максим Алексеюк Который занимается Судебной системой И знает что нужно сделать То есть у нас есть Эта команда Которая рано или поздно Примет участие в выборах Я не знаю когда они там будут Есть наши Несколько партий Которые наши родственные У нас есть даже партия 5-10 допустим То есть Геннадий Балашов Уже отошел Немножко от руля Этой партии Но там есть Юрий Коновальчук И другие ребята Которые предприниматели Которые собираются Тоже участвовать В политической жизни Есть другие партии Тоже родственные Скажем так Мы все друг с другом Общаемся И когда будет время Че Ну естественно Мы появимся тоже Я боюсь что мы На всех билбордах Не появимся Как это у нас Принято Но я почему-то думаю Что на ближайших выборах Факт того что Кто-то обклеил Всю страну на билбордов Будет наоборот Как антиреклама Я очень на это надеюсь Что такое время Должно прийти в Украину А когда будут выборы Во время войны же Выборы нельзя проводить А война может идти Еще несколько лет Если несколько Мы пытаемся Эту информацию Донести до наших граждан Что вот эта отстрочка И сама вот эта фраза Писля перемоги Писля войны Надо забыть про это Война может быть На очень надолго Если не на всегда Вот именно Территория на нашей Та которая не оккупирована Должна кипеть жизнь Должна расти экономика А там все должно уничтожаться И вот у нас Еще член нашей команды Это Юлия Глушко Которая шерстит Вот эти госзакупки И постоянно публикует То есть ну Люди есть Так что если Кому-то интересно Подписывайтесь на наши каналы Мы всегда будем сообщать О наших каких-то мероприятиях Я оставлю ссылки в описании Ссылку на ваши Влоги На ссылку на ваш канал на ютубе Но все-таки Мне трудно представить Как будет кипеть Жизнь экономика Под обстрелами Русских Фашистов Если сейчас Приезжают Иностранные компании Готовы инвестировать Во время войны То если создать Им условия А такие есть Да Есть конечно Есть Люди готовы То есть люди готовы Заходить в экономику Когда она в таком положении Это рисковые вложения Но люди готовы Это делать Спасибо за этот разговор Огромное спасибо Павел Себастьянович Это предприниматель Блогер Общественный деятель Неравнодушный человек Который помогает армии И болеет за победу Украины Мы верим в эту победу Мы стараемся По крайней мере Павел старается Чтобы она наступила скорее Спасибо большое Слава Украине И до новых встреч Героям славы Спасибо вам, Татьяна Счастливо Спасибо 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 Спасибо